Это вот потомки одного, в каждой чашечке потомки одного организма. Морские грибы биолог Михаил Викторович Пивкин изучает уже больше 20 лет. В коллекции Института химии Деворан за это время накопилось около тысячи штаммов таких организмов. Из недавних достижений выделение еще 17 новых биологически активных соединений, которые в будущем станут основой для разработки лекарственных препаратов против воспалений и онкологии. Это очень перспективный источник вторичных метаболитов. И они производят такие метаболиты, которые на суше никто никогда не производил. Новые соединения из морских грибов совместно получили специалисты Деворана, ученые ДВФУ. Живые грибы они изучают в Институте химии, а вот с экстрактами работают уже в лаборатории на Русском острове. Всего в команде 15 человек. Это доктора наук, члены-корреспонденты и студенты. После культивирования морских организмов на специальной среде мы их экстрагируем. Сухой упаренный экстракт загружаем на колонку с силикогелем. В результате получаем энное количество фракций, которые упариваем до суха, до вот такого состояния, на вот таком приборе, который называется роторный испаритель. Ученые уже выяснили, экстракты грибов, полученные с поверхности морской травы, которая есть только на Дальнем Востоке, уменьшают воспалительные процессы, делают раковые клетки более чувствительными к терапии. Эксперимент проводили на клетках мышей, причем опыты ставили не только в местных лабораториях. Ученые из Владивостока грибы увозили даже за границу. К исследованию подключились врачи и ученые из немецкой клиники. Процесс аутофагии – это достаточно новый процесс, и интерес к нему научных сообществ возник не так давно. В прошлом году за исследование в данной области была присуждена Нобелевская премия японскому ученому. И вот мы сейчас тоже работаем в данной области. Результаты исследования о свойствах морских грибов уже опубликованы в международных научных журналах. Но основная работа еще впереди. На следующем этапе исследователи изучат биологическую активность соединений, механизмы их действий и токсичности. Дальнейшие тесты, в том числе на животных, определят перспективы использования новых веществ в фармакологии. На все про все может уйти еще 20 лет, но появление лекарства на полках аптек – незадача ученых. К тому же на выпуск продукции требуется не меньше миллиарда долларов. У приморских ученых таких денег нет. Мы гордимся прежде всего тем, что никто больше нас в стране не выделил и не установил строение новых соединений, особенно природных соединений. И гордимся тем, что мы нашли большую серию совершенно новых структурных групп природных соединений. С Институтом химии Де Вауран работают около 20 международных организаций. Например, договоры заключены с учеными из Южной Кореи, Германии, Вьетнама. Каждый год порядка 30 опубликованных статей. Исследования фундаментальные, но абсолютно каждая разработка может иметь практическое применение. Валерия Белоус, Станислав Лазебный. Новости на Восьмом. Новости на Восьмом.